В очередном рейде сотрудники миграционной службы совместно с представителями отдела Роспотребнадзор и казаками на первом этаже строящегося дома на улице Ленина, 178, в очередной раз выявили гастарбайтеров, работающих вне закона. Самое страшное условие проживания почти 40 строителей назвать человеческими – не поворачивается язык. Грязные комнаты, затхлый воздух, сырость, отсутствие санитарно-гигиенических условий. Еду готовят в полной антисанитарии. Всё это явные рассадники инфекционных заболеваний. Нарушение противопожарной безопасности. Хлеб заготавливают впрок и размачивают к обеду в бочках. Жуткая картина, олицетворяющая жизнь на дне, но никак не на современной стройке. Поэтому рейды по таким объектам проводят регулярно. Такие рейды проводятся практически ежедневно. Практически еженедельно мы привлекаем к проведению рейдов казачества. Совершаем совместные рейды с представителями анапской полиции. Сегодняшняя рейд является очередным неплановым мероприятием, на котором были выявлены более 30 охранных граждан, которые осуществляют незаконную трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Рабочих из Украины, Молдовы и Армении в автобусе отправили в отдел УФМС для составления административных материалов. И на пять лет именно эти строители лишаются возможности въехать в страну. Не секрет, что завтра точно такая же картина может обнаружиться на другом строительном объекте. Дешевая рабочая сила привлекает работодателей. Стройка идет очень бойко. За пару недель строители выводят этаж. И желающих купить квартиры в таких быстро домах немало. Пока снимался этот сюжет, на стройку то и дело. Заходили желающие приобрести здесь квартиры. Глава города Сергей Сергеев очень жестко ставит вопрос контроля незаконной рабочей силы. Только экономические меры и штрафные санкции, считает он, могут заставить работодателей не нарушать закон. Пока же нарушения на новом Крымском валу налицо. Наталья Пухальская, Любовь Евсеева, Станислав Фалько.